Всем привет! Сегодня речь пойдет про крайне интересный ноут от DIGMA. Если быть точным, это модель CITY E404 PRO стоимостью 16 тысяч рублей. Да, моделька далеко не самая дешевая по меркам бренда, но ей реально есть чем похвастаться. И в сегодняшнем видео я расскажу вам как про достоинства, так и про недостатки этой модели. Начнем с упаковки. Она не очень большая, оформление привычное для продукции бренда DIGMA. А комплектация включает в себя лишь макулатуру, да сетевой блок питания на 12 вольт 2 ампера. И на мой взгляд это первый недостаток данной модели. Ну почему не внедрить зарядку от USB Type-C с поддержкой Power Delivery? Там те же 12 вольт. Но нет, приходится использовать отдельный блок питания, таскать его вместе с ноутом, если вы активно используете ноутбук как мобильный вариант. Если говорить о портах, то тут их вполне неплохое разнообразие. На левом торце находится порт USB 3.0 HDMI видеовыход, а на правом еще два USB но версии 2.0, сетевой порт RJ45, выход на наушники и слот для карточки расширения формата microSD. Одним из главных достоинств модели, на мой взгляд, стоит считать экран. Тут используется 14-дюймовая IPS-матрица с Full HD разрешением. Причем, обратите внимание на очень узкие рамки вокруг экрана, благодаря которым ноутбук не ощущается 14-дюймовым. По размерам он лишь чуть больше листа А4, всего 320 на 217 мм. Если внимательно приглядеться, то конечно можно найти небольшую неравномерность подсветки по периметру экрана, но для бюджетного ноутбука это просто мелочи. В целом же экран реально очень хорош. Единственное, конечно, лично я уже очень привык к тачскринам, но тут его нет, хотя его никто и не обещал. Что еще интересного есть у этой модели? Если посмотреть снизу, то можно увидеть посадочное место для 2,5-дюймового накопителя. Причем на этот раз в отсек можно установить накопители толщиной вплоть до 9 мм, то есть фактически без ограничений. Хотя эта проблема актуальна для владельцев старых HDD дисков, ведь современные SSD имеют толщину 7 мм. Клавиатура и тач вполне привычные для ноутбука Digby. Клавиши большие, тачпад тоже далеко не крохотный, печатать вполне удобно. Хотя клавиатура по традиции слегка продавливается при нажатии посередине. Да и вот правый клик на тача мне показался как-то слегка подзаедающим. В общем, бюджетно, но вполне нормально. Что меня особо удивило, так это то, что на этом ноутбуке установлена операционная система Windows 10 версии Pro. Не домашняя, а именно Pro. Что это дает? Ну, в первую очередь, этот ноут можно полноценно использовать в офисе. Подключить к домену, пользоваться отдаленным рабочим столом, ну и все такое прочее. Хотя, если все, что я только что сказал, для вас является лишь набором слов, то просто не обращайте внимания. Кому надо, тот поймет. По аппаратной начинке все вполне стандартно. Тут установлен двухъядерный процессор Celeron N3350. У меня есть отдельное видео на тему его сравнения с Atom 8350, который в играх все же оказывается чуть более мощнее. И пусть у Celeron ядер меньше, но они все же чуть мощнее, чем ядра Atom. Оперативной памяти тут 4 гигабайта, встроенной флеш-памяти 32, хотя фактически доступно 28, из которых свободно около 16-18 гигов. Я уже немного поставил игры и программ для теста, у меня свободно осталось 14 гигабайт. Скорость чтения и записи встроенной памяти рекордной не назвать, но на самом деле все вполне неплохо. Около 230 мегабайт в секунду на чтение и 140 мегабайт в секунду на запись. А для проверки отсека для 2,5 дюймов накопителя я взял китайский SSD из своего недавнего видеосравнения SSD дисков из Китая и России. Ну и собственно видно, что тут используется полноценный интерфейс SATA 3, а не переходник с USB на SATA. Еще из тестов меня очень интересовала скорость передачи данных по локальной сети, но тут меня ждало разочарование. Интерфейс тут соточный, то есть ни о каком гигабите можно и не мечтать. Придется довольствоваться 10 мегабайтами в секунду. Также из тестов меня заинтересовал вопрос перегрева. В комментариях под видео обзорами ноутбуков на Атоме мне периодически пишут, мол как это так, нет активного охлаждения, процессор будет перегреваться. Честное слово, нечему там перегреваться. Теплопакет этих процессоров крайне низкий. Им достаточно пассивного охлаждения в виде маленькой железки. Но для успокоения я погонял в OCCT стресс-тесты для процессора и видеокарты. И могу сказать, что даже после продолжительных тестов температура ноутбука совсем невысокая. Рука легко терпит. Да, тепло, но совсем не горячо. Ну и под конец я решил поиграть пару игр. Так, в первый Killing Floor можно вполне спокойно играть на HD разрешении. При не особо сильных замесах FPS держится на уровне 25-30 кадров в секунду. Хотя игрушка достаточно старая и в целом не очень-то и требовательная. Вторая игра у меня была Sims 4. И если выбрать низкое качество и Full HD разрешение, то игра идет более чем шустро. Те же 25-30 FPS без особых проблем. Конечно, игра тоже не очень требовательная, но сам факт, что она идет в Full HD на двухъяденном Celeron не может не радовать. Ну и парочка полезных фактов напоследок. В Note установлено два динамика, но их уровень громкости высоким я бы не назвал. Для просмотра фильма в тишине их хватит, а для всего остального лучше использовать наушники или Bluetooth-колоночку. Ну и что касается аккумулятора, его хватает в среднем на 5 часов работы. На мой взгляд, вполне неплохо. Давайте резюмировать. В плюсы однозначно можно занести экран, проводной сетевой интерфейс, отсек для 2,5-дюймовых накопителей, причем любой толщины, и Windows 10 версии Pro, которая позволяет использовать ноутбук в домене прямо из коробки. К недостаткам я бы отнес в первую очередь цену. Все-таки 16 тысяч рублей за ноутбук на Celeron это не так уж и мало. Также мне не понравился проводной сетевой интерфейс, точнее его скорость, всего лишь 100 мегабит в секунду. На сегодняшний день я ожидал видеть как минимум гигабит. А вот аккумулятор на 5 часов и средний по громкости динамики я бы не отнес ни к достоинствам, ни к недостаткам. И, конечно же, мне хотелось бы услышать ваше мнение. Что вы думаете по поводу этого ноутбука? Обязательно напишите свое мнение в комментариях. Ну а на этом все. Большое спасибо, что смотрели это видео. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы первым увидеть новые видео. Ну а меня по-прежнему зовут Максим, вы смотрели хп.ру. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!